Господа, Антонио здесь. Сегодня я дам вам 5 советов, как подобрать часы к вашей одежде. И в конце этого видео я покажу 4 пары часов от наиболее до наименее формальных. Я оставлю ссылку на них в описании. Напишите в комментариях, какие бы вы выбрали и объясните почему. Так в этом видео я покажу все на примерах. Перед этим хочу сказать спасибо за вашу поддержку. Вы помогаете нашему каналу развиваться. Начнем. Первый совет. Больше деталей найдете в статье на Real Men Real Style. Я оставлю ссылку. Соотносите формальность вашей одежды с формальностью ваших часов. Все виды часов можно разбить на 5 категорий. Так же, как и виды дресс-кодов. И я сделал таблицу. Начнем сверху. Первое. Наручные часы. Больше вы найдете в статье. Я оставлю ссылку в описании. Там описывается каждая категория. Подвиды. Такие как закрытые часы. Часы с сердцевиной. С открытым скелетом. Широкий ассортимент часов. Но главное – это простота. Дайверы очень функциональные. Полностью из металла. Водонепроницаемые. Очень удобные часы. Но за годы они стали более формальными. Хрона или спортивные часы. На них специализируется большое количество брендов. Тут они находятся посередине. Не самые формальные. Дальше. Пилоты. Достаточно аккуратные и понятные. Особенно, если вы летаете на отметке 3-4 тысячи метров. И так довольно сложно. Вам нужно быстро глянуть на часы и узнать время. Полевые часы. Это первые часы, которые переместились из кармана на кисть. Очень интересная история. И снова. Все написано в статье к этому видео. Теперь перейдем в другую колонку. Вниз по формальности. Смокинг. Деловой, формальный, деловой повседневный, кэжуал, спортивный стиль. Теперь соотнесем, господа. Смокинг. Какие часы можно носить? Только первые. Вообще, исторически, со смокингом не носились наручные часы. Не нужно было заботиться о времени. Но если вы решились, то теперь вы знаете, какие вы можете надеть на таком уровне формальности. Деловой стиль. С консервативными костюмами вы можете надеть обычные наручные часы. Как я и говорил, закрытые сердцевиной с открытым механизмом. Дайверы, которые производят большинство компаний, здорово сочетаются с темными костюмами. Что ж, с остальными типами часов нужно быть осторожным. Я не рекомендую их носить в деловом стиле. Теперь деловой повседневный стиль. Тут можно использовать светлые цвета для костюмов. Без бабочки, с классной обувью. Тут можно разгуляться. Также можете носить хрона, пилоты, даже некоторые полевые часы. Но обратите внимание, что внутри категории тоже есть различные. Например, как совсем обычные хрона, так и элитные. Перейдем к повседневной одежде. Джинсы, неприметная рубашка, кроссовки. Тут вы можете носить любые часы из пяти категорий. Теперь спорт. Будь то качалка, сплав на лодке, скалолазание, любая активность. Тут вам нельзя носить первый вид часов. Вы много двигаетесь. Начиная с дайверов, эти часы вам это позволят. Это не означает, что вы можете их бить. Что ж, это просто советы. Вы можете быть несогласными. Вы можете сказать, что полевые часы такие простые, такие стильные, что можно надеть со смокингом. Но я этого не советую. Пункт номер два. Кожа сочетается с кожей. Посмотрите на наших спонсоров. The Fifth Watchers, у них появились новые часы, которые мне безумно понравились. Они поменяли ремешок. Обратите на них внимание. Если вы наденете часы с коричневым ремешком, вам нужно подобрать ремень и туфли. Не обязательно такого же оттенка. Но если ваши ремень и туфли отличаются, у нас есть видео специально для вас. Итак, они не должны подходить точь-в-точь. Но если у вас светлые часы и ярко-коричневые туфли, можно ли их носить вместе? Да. Подобрали по формальности с одежды. Выбрали часы. И обратите внимание, что и кожа должна подходить. Что вам точно не нужно делать, так это носить черные часы и светло-коричневые туфли. Но у этих часов, что круто, вы можете одним движением снять и заменить коричневый ремешок. Сразу видна разница. Одни формальные часы, другие повседневные. Хоть они одной категории. Наденьте их со спортивным пиджаком без бабочки. Видите разницу, как работает кожа? Третий совет. Металл должен сочетаться с металлом. В том смысле, что цвета должны быть похожими. Вы можете носить розовые часы с золотой пряжкой. Просто будьте близки. Металл должен подходить к металлу. Вот я обожаю серебро. Что отлично подходит мне по цвету. Что я и использую. Это достаточно просто. У меня почти все серебряное. У наших спонсоров есть такие часы. Такие же есть в черном цвете. И золотом. С цветным металлом. Вам нужно быть аккуратным. Но это того стоит. Четвертый пункт. Когда вы можете уклониться от этих правил? Если часы являются реликвией. Не буду говорить Мога. Это могут быть карманные часы. Роликсы, которые давно передаются в семье. У меня есть друг, у которого есть отличные роликсы. Которые ему подарили после ста боевых вылетов. И это забавно. Потому что это кэжуал часы. Но он носит их с костюмами постоянно. Можете сказать, что он нарушает правила. Ведь они еще и поцарапаны. Но то, что они реликвия, помогает избежать этих правил. Почему? Потому что это часть общения. Это память. У них особая энергия. Смысл ясен? Пятый совет. Посмотрите на свою обувь. Взгляните вниз. Какого вида у вас туфли? Если это слепоны, это где-то между деловым и повседневным стилем. Главное, подберите часы, чтобы они соотносились. Вот отличный пример. Кэжуал часы. Однако, если на вас классные черные Оксфорды и черный костюм, то стоит подобрать такие же часы. Вспомним первый пункт. Все таблицы есть в статье на Real Men Real Style. Итак, посмотрите на эти часы. Первые черные с серебряным ремешком. Вторые коричневые с серебряным ободком. Третьи – темно-коричневые с черным металлическим ободком. Четвертые – черный ремешок, черный циферблат, черный ободок. Ну что, понравилось видео? Давайте пошумим! Напишите в комментариях, как вы распределите эти часы от самых формальных к наименее. Кроме того, переходите на сайт спонсоров, оцените их новые модели. Мне понравились их сменяющиеся ремешки. Какие бы вы добавили к себе в коллекцию и почему? Как и обещал, показал примеры. Друзья, спасибо за вашу поддержку. Напишите в комментариях свои вопросы, что бы вы хотели увидеть. Берегите себя. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok